Студия Медиакнига представляет Алексей Николаевич Острогорский. Семейные отношения и их воспитательное значение. Исполняет артист Петр Таганов. Первое. Натура и опыт жизни. Искусственные меры воспитания и воспитание естественное. Опыт жизни начинается весьма рано и обнимает все людские отношения, которые доступны наблюдению ребенка. Отношения человека к другим людям в известной и может быть значительной мере определяются его темпераментом. Или как говорят, его натурой. Есть люди по натуре добрые, самолюбивые, гордые, властные. И часто они остаются такими до гробовой доски, несмотря на то, что жизнь дает уроки, которые должны бы были научить их совсем иному отношению к людям. Добрый человек верит в добро и в людей, несмотря на то, что его обманывают. Что эгоизм и людская черствость эксплуатируют его, что на каждом шагу за добро ему платят злом. Горделивый высоко несет свою голову, несмотря на то, что судьба жестоко обсчитала его и поставила в общественное положение, которым не приходится гордиться. Видя деспотизм окружающих, человек должен бы привыкнуть к общему поклонению, к страху перед ним. А он, благодаря своей натуре, вырастает гуманнейшим человеком, возмущающимся насилием и протестующим против унижения ближнего. Но ни одной натурой определяются взаимные отношения людей. Опыт, действительный жизни, образование, чтение, размышления могут вызвать в человеке склонность относиться критически, не только к этой действительности, но и к самому себе, и побуждать его делать выбор между внушением натуры и голосом опыта и разума. В своей натуре человек невластен, и поэтому мы не ставим ему в заслугу, что он от природы добр, хотя нам вовсе не безразлично, добр или зол он по натуре, но мы ценим то употребление, которое он делает из этой натуры, потому что в этом сказывается его работа над собой. По общему представлению, воспитание и сводится к борьбе с натурой ребенка. Зол он, надо искоренять в нем злые наклонности. Неряха он, беспорядочен, надо приучать его к опрятности и порядку. Лжив он, надо наказывать за каждую ложь. Ради этого перевоспитания дурной натуры в хорошую, стараются внести в сознание ребенка разные сдерживающие натуру мотивы, страха, стыда, боли и прочего. Понятно, что родителям ввиду такой задачи приходится прибегать к разным искусственным мерам, изобретать средства для воздействия на ребенка, и так как выбор их невелик, то придумывать вариации на одни и те же в сущности темы. И часто, после многих неудач, разочарований и огорчений, видеть, что все труды их ушли бесплодно, что дурной ребенок не исправляется, а иногда и прямо становится все невыносимее и хуже. Мы уже сказали, что хороших обыкновенно и не воспитывают, их оставляют в покое, им предоставляют расти естественным образом. И они вырастают духовно, их хорошая натура делается богаче, устойчивее, сознательнее. Это обстоятельство никоим образом не должно быть пропущено нами без внимания. Самовоспитание, которому мы предоставляем хороших по натуре детей, может быть объяснено тем, что детский психический организм в самую раннюю пору детства уже обладает основами всех тех сил, какие он проявляет в зрелом своем состоянии. Если мы представим себе, что взрослые люди решились бы не делать ничего для развития и обогащения умственных сил, растущего среди них ребенка, то последний все же наблюдал бы совершающееся вокруг него, сравнивал новые впечатления со старыми, делал бы выводы и обобщения, вырабатывал бы понятия и принципы, словом, жил бы духовно так же, как живут и воспитанные, и образованные люди. Его выводы и суждения могут оказаться неверными, его обобщения неправильными, потому что он сделал их из двух-трех фактов, обманулся, увидя причинную связь там, где ее нет. Но все же он наблюдал, думал, усваивал себе знания. Если вместо такого совершенно заброшенного и одинокого субъекта мы возьмем людей, стоящих в условиях обычных для большинства, то есть грамотных, кое-чему учившихся, привыкших беседовать и толковать, то, наверное, прислушавшись к их мыслям, взглядам, убеждениям, вы заметите в них и разумность, и основательность, а главное, твердость. Твердость эта объясняется тем, что эти духовные приобретения совершались естественным, органическим путем, что они выношены и притворены, и составляют благо приобретенную собственность человека. Эта работа составляет проявление нашего духовного организма, она совершается непрерывно, часто непроизвольно. Ее всегда приходится иметь в виду, когда желаешь иметь верное представление о содержании убеждений, служащих человеку руководством в его жизни. При воспитании детей часто случается, что наша мораль, усовещивание, наказание, производят совсем не то действие, на которое мы рассчитывали, потому что у детей, перед которыми мы расточаем свое красноречие, идет своя работа мысли. Вместо того, чтобы вникать в смысл наших слов, они думают о том, как мы несправедливы к ним, виня их в том-то, обижаются на наше жесткое слово, незаслуженный упрек, недоверие к ним и тому подобное. Словом они различают слова, которые мы произносим, от тех действительных отношений, в какие мы к ним становимся, и последние говорят им красноречивее, убедительнее первых. Так как тему настоящей брошюры составляет воспитательное значение отношений людей, связанных в семью, то мы и имеем в виду собрать здесь наблюдения, которые дает нам семья, и сделать из них выводы. Прежде всего, следует иметь в виду, что мысли и интересы детей отнюдь не ограничиваются теми рамками, какие мы воображаем, предполагая, что их мир это детское и сверстники. Они интересуются взрослыми, ищут их общество, по-своему наблюдают их, предъявляют к ним свои требования и судят их. Конечно, их запросы и интересы детские, их суждения детские, но они существуют, и рядом с индивидуальными чертами, здесь, как мы увидим, можно подметить и нечто общее. Наблюдения детей касаются не только характеров и отношений, непосредственно затрагивающих их интересы, но и захватывают область гораздо шире. Им, как увидим, есть дело до того, как живут между собой, отец с матерью, какое занимает общественное положение отец, любимы ли и уважаемы родители и прочее. Жизнь взрослых членов семьи кладет свои отпечатки в их сознании гораздо раньше, чем они начинают отдавать себе отчет, что у них уже сложились привычки, потребности, вкусы, готовые представления и сознание. Психический организм воспринимает впечатления и перерабатывает их часто незаметно для самого субъекта, и копит умственное достояние, которое позже приводится им к ясности и убедительности. Родители воспитывают, а дети воспитываются той семейной жизнью, какая складывается намеренно или ненамеренно. Семья может жить дружно, относиться дружелюбно и к чужим людям, но может и ссориться, злобствовать, проявлять черствость, недоброжелательство, не только к посторонним, но и к своим близким. Семья может жить духовными интересами, любить чтение, музыку, картины, или целиком уйти в дрязги, хозяйственную сутолоку, заботы о копейке. В семье может быть и порядок, и бестолочь. Жизнь та или иная семьи, тем и сильна, что впечатления ее постоянны, обыденны. Что она действует незаметно, укрепляет или отравляет дух человеческий, как воздух, которым мы дышим. Укрепляет или отравляет наш физический организм. Нельзя сказать, что в барской семье всегда и все дети вырастают барами, а в семье доброй добрыми и так далее. Бывает нередко, что дети вырастают со складом, как раз обратным тому, какой должен бы получиться, если бы семья неизбежно засасывала. Но, во-первых, и у самых горячих протестантов всегда замечаются следы того, что детство было проведено ими именно в такой среде, против которой они протестуют. Что служит для них источником противоречий, непоследовательности, недовольства собой. А во-вторых, семейные впечатления служат почти единственным источником чувств и мыслей в том возрасте, когда человек наиболее восприимчив и делает приобретение на всю жизнь. Это самая ранняя и самая влиятельная пища, которой питается дух человеческий. Искусственное воспитание часто отвергается в самом принципе. Понятно, что воспитывать можно только во имя какого-либо идеала, в силу стремления склонить или заставить ребенка поступать так, а не иначе, усвоить известные привычки и воззрения. Но справедливо указывают, что мы не имеем права насиловать человека и навязывать ему наш идеал. Так как и мы можем ошибаться и считать идеалом то, что вовсе не должно быть ставимо на пьедестал. Да и нашему питомцу предстоит жить, может быть, в других условиях, в иное время. Указывают, кроме того, что натура человека намечается весьма рано, и что все наши благие меры к тому, чтобы переломить натуру, сделать человека тем или иным, по нашему плану, ни к чему не приводят. С этими замечаниями следует считаться во всяком случае, особенно когда речь идет о такой крупной претензии, как дать человеку определенный облик. Кажется, можно уже признать бесспорным, что всего целесообразнее в воспитании доверять натуре и, наблюдая, изучая ее, помогать естественному росту ее сил. Воспитание не только не сделает меня музыкантом, поэтом, геометром, если я родился неталантливой натурой, но не переработает сангвиника в меланхолика или Чичикова Фауста. Если, однако, ставить искусственные воспитательные меры в более тесные рамки, то едва ли представится возможность совершенно обойтись без них. Ведь каждый приказ матери есть искусственная мера. А может ли она не требовать, чтобы ребенок не валялся утром в постели, зная, что это ведет к канонизму? Чтобы он не обижал младших, не дурачился за столом и тому подобное? Должна ли она приучать детей садиться за стол в определенное время, а не есть походя? Примем, наконец, во внимание, что нравственные требования, которые предъявляются детям дошкольного возраста, все почти самого элементарного свойства и независимы от общественного положения семьи и временных социальных течений. Не лги, держи слово, будь аккуратен, не капризничай, береги вещи и прочее. Вопрос не в том, чтобы совершенно избежать искусственного воспитания, а в том, чтобы оно не приняло боевого характера, чтобы оно не обезличивало и не ломало, чтобы подчинение ребенка родителям сложилось естественно, само собой, в силу того, что ребенок и сам предрасположен доверится авторитету матери. Но мирный характер искусственное воспитание всего легче принимает тогда, когда семья сильна своим естественным влиянием, когда она хорошо настроена и живет разумной сердечной жизнью. Хорошая семейная атмосфера обычно и детей настраивает хорошо. Здесь искусственное воспитание утрачивает свой резкий, надуманный характер, не прибегает ни к каким необычайным, экстраординарным мерам. Принимает характер естественный. Дети не дрессируются, а живут в семье, окруженные и заботой, и контролем любящей матери, которая может соединить в своем сердце и любовь, и нравственную требовательность в той мере, какая может быть допущена в отношении к детям. Эту нравственную требовательность мы считаем достоинством в каждом человеке, и не считаем возможным сделать исключение для матери. Возмущение и осуждение дурного поступка есть естественное последствие нравственной крепости человека, и мать может проявляться в этом смысле относительно детей своих вполне естественно. Искусственным оно будет только тогда, когда оно будет вызвано не убеждением, а мыслью о необходимости морализировать с детьми.